Привет всем, с вами Борис Медников, и мы продолжаем наш видеопроект строительства нового дома в Виннипеге. Сегодня мы на нашей стройплощадке, и очень интересный день сегодня. Как вы помните, в предыдущей передаче я показал вам блоки, ICF-блоки, из которых мы собирали стены нашего фундамента. И вот сегодня вы можете увидеть, уже сзади меня фундамент полностью собран. Он поднят на полную высоту, то есть у нас здесь 7 блоков, это высота 9 фит и 4 нича. И вы видите открытую секцию, где стены как бы нет, вот из белых блоков. Это секция, которая будет именно для вокал бейсмента, для той части бейсмента, из которой мы будем выходить прямо во двор. Также вы можете обратить внимание, что у нас здесь есть совсем другие формы. Вот эти вот деревянные формы, это то, что называется conventional concrete, это простой бетон без ICF-блоков, который мы будем заливать для нашей уличной стены. Эта стена не является частью дома, эта стена в принципе она только для того, чтобы держать уровень земли за пределами этого двора, в которой мы будем выходить из бейсмента. И она будет полностью заливаться из простого бетона без этих ICF-блоков, которые требуются именно для бейсмента в доме. Вы видите, что формы были собраны, ребята подготовили почти все уже сегодня под заливку бетона. И в принципе мы ждем только насос, мы ждем грузовики, чтобы приехали и начинали заливать бетон. К самому объекту прямо внутрь туда подбраться немножко сейчас тяжело, потому что здесь построены все эти формы, ему просто не можно туда пролезть, это и небезопасно. Но я хотел бы показать вам немножко сдалека о том, об этих специальных креплениях, которые вы видите на этих белых блоках. Эти специальные крепления, называется брейсинг, это металлические такие балки, и они держатся деревянными балками. Причина, почему мы их ставим, в том, что мы начнем заливать бетон в эти блоки. Бетон имеет огромную массу, огромное давление, он будет распирать эти блоки во все стороны, и как бы блоки могут разлететься. Поэтому мы собираем полностью по всему периметру вот эти вот металлические, мы ставим металлические эти столбики, их сшиваем с помощью досок. И также поставим подпорки, которые будут держать эти доски и эти металлические балки, которые будут держать всю эту систему вместе. Когда мы будем заливать бетон, чтобы это все не разлетелось по сарам, потому что давление просто бешеное от этого бетона. Я хочу обратить ваше внимание на несколько деталей, важных деталей в этой конструкции из блоков. Итак, мы подошли немного ближе к самому стройплощадке, и вы можете посмотреть, вот там вот именно мы видим доски, прибиты доски прямо на блоках. И причина этого в том, что в некоторых местах крепления между блоками, она недостаточно сильная, особенно там, где блоки подрезались. И поэтому мы укрепляем их дополнительным блоками, чтобы при заливке бетона они не разлетелись в стороны. Это очень важная часть, очень важно определить, где нужно их крепить, чтобы у нас не было проблем во время заливки, чтобы блоки просто не разлетелись по сторонам. Также еще одна интересная часть это окно. Видите, для окна вставлена специальная деревянная рама. Она делается специально для этих блоков, она встраивается прямо в блоки, для того, чтобы оставить место для будущего окна, который будет вставляться прямо в эту раму, в самом бейтинге. И есть интересная деталь, я надеюсь, что вы можете увидеть ее прямо сейчас с камеры. В низу этой рамы мы просверлим такие несколько отверстий. Причина для этого, в эти отверстия мы будем заливать бетон. Так как мы хотим, чтобы бетон попал вниз этих блоков, эта рама немножко блокирует бетон, и поэтому мы сверлим прямо вне отверстия, заливаем бетон до самого низа. Он заполняет полностью блоки, выравнивает на уровень окна, и таким способом у нас и стоит рама. Для окна, которая по периметру полностью залита бетоном и крепко стоит внутри, мы также застаем бетоном под рамой, и бетон распространяется равномерно везде во всех частях этого фундамента, без никаких проблем. Итак, это все на сегодня. В следующем видео мы покажем вам, как будет происходить заливка бетона вот в эти вот стены, и мы, в принципе, будем делать всю эту заливку уже в следующем видео. На сегодня это все. Ставьте лайк, если вам нравится канал. Посылайте его друзьям. Подписывайтесь на канал. И можете нажимать всегда на значок колокольчика, чтобы получать сообщения о новых видео, которые будут выходить. До новых встреч. Пока.